всем привет смотрите у меня как лоб загорел странно до полосы что придется сейчас загорать так как полагается в общем что вы хотела вам с паше показать ту квартиру в котором вы в этот раз заехали она находится чуть дальше от гостиницы медовая это остров канта чтобы так вот понимали центр калининграда исторически это остров канта и гостиницы медовая так скажем мы первый раз там пару раз на чем служили потом квартиру напротив там жилье мы вам показывали тоже с нами давно вот снимали посуточную квартиру и нам так больше понравилось в этот раз мы нашли другую квартиру она чуть дальше от медовом астана я вам потом покажу где-то во время прогулки не в этой серии может другую посмотрим в общем если что увидите в конце а может уже в начале увидели ну под в общем короче ребят самое главное не забывайте поставить пальчики вверх написать ваши комментарии и вообще как называется вот здесь вот рекомендации всплывают поэтому все делайте чтоб я вас слишком словами не нагружал нужно подписаться поставить лайк и написать комментарий и там остальное донаты кто хочет и на телеграм-канал подписаться в общем почему выбрали эту квартиру потому что по сути дело все квартиры они достаточно хорошие в которых мы были первая по моему посуточную которая снимали она была такая достаточно простенькая была очень их слышимость высокая потому что там постоянно какой-то ребенок плакал просто так скажем люди точно так же как на югах зарабатывать деньги во время сезона из простир который напротив да не переделывают может быть кто-то не знаю там уходит из жизни до родственники они просто их переделают и посуточно сдают мы в новом сейчас комплексе тоже вам чуть позже его покажу либо уже вы его увидели находится прямо у реки но у нас получается квартира на как называется на улицу но нам неважно просто мы еле-еле сейчас дошли до дома посмотрите какие у это лужи ведь у это не бассейн это не бассейн это вот так вот такой сильный дождь был в калининграде это подход в магазин просто так скажем цокольный этаж его всего затопило в этом все перекрестки машины стоят в общем что попало тут было еле-еле дошли трамвай единственный который сюда приходит пятерка не ходит вот и мы шли пешком квартиру что в ней есть но мне кажется это самая современная квартира в которой мы были самая крутая единственный минус что всех квартирах где мы были почему-то нет кондиционера не знаю почему в этой тоже нет сейчас мы пришли здесь душно я открыл везде окна на проветривание чтобы ну как-то немножко дышалась потому что в калининграде несмотря на то что балтийское море рядом да все равно здесь прохладно вот жарко смысле жарко и самое главное то что прошел дождь после дождя еще сильнее стало жарко вот этот испарина такая сильная в общем пойдемте вам покажу что тут в квартире есть так скажем самого простого квартира видимо чупашин носки являются этому промокли меня просто подошвить повыше но все равно промокли в общем здесь вот такое зеркало приветики это я здесь вот есть ложка ключи ключи здесь передаются бесконтактно это мне очень понравилось то что сейчас многие либо приходят хозяева но это не знаю мне кажется прошлый век сейчас бесконтактное заселение зонтик есть бесконтактное заселение что такое вам приходит смс уведомления на ватсап после того как вы оплачиваете в общем вам приходит смс уведомление ватсап либо вайбер от собственника и вам говорят как попасть в зону потому что у нас сейчас здесь получается закрытая зона как-то сажать типа что ли вот нам нужно было еще зайти на территорию сначала после территории нужно было зайти в подъезд и в подъезд когда заходишь здесь в общем я не было там короче так вроде как никого есть такие боксы сейчас вам покажу вот такие боксы а вот здесь грубо говоря вы приходите вам сбрасывают код вы его набираете но нажимаете эту штуку но здесь сейчас брошенный код вот и открывается эта штука там грубо говоря лежит ключик вот и вы заходите в квартиру ну что дальше здесь значит есть домофон есть прихожая которые дима еще не доделали либо как тут может быть такая на есть и будет в принципе нам-то на зачем нужно может они на три года приехали вот есть какой-то шкаф закрыт шкаф закрыт ну видимо там а шкаф закрыт нервис ну что-нибудь такое каким-то белье либо еще что-нибудь так ну что дальше вам показать покажу вам дальше давайте кухня кухня вот такая вот достаточно просторная современная диван я так понимаю что раскладывается если вдруг у приехали большой компании его можно немножко сюда подвинуть и расправить и еще и на кухне спать как минимум двум людям на 4 персоны есть вот такие штуки но три почему-то стула странно телевизор телевизор не знаю работать не работает свет над барных над барном и чем столешницы работает но телевизор нам по сути дела он не нужен потому что мы же приезжаем сюда не смотреть телевизор но в любом случае ведь современный телевизор можно и youtube то понимаю что посмотреть youtube вот есть есть что здесь вытяжка есть плитка на два человека айду на 2 на 2 этих так смотрим ну короче на 2 на 2 на 2 короче 2 нагревательных прибора 2 нагревательных прибора и вот здесь существа первый раз поэтому так ва ши пробел ну где буква че блин луч шиви я ваши лучшие друзья вам уже вышли по что вы ваши лучшие друзья канал вот видите канал ты дым вот мы с вашей друзья ваши лучшие друзья так видите как хорошо видите как можно видите как современное видите как интересно но в общем достаточно удобно это естественно все вот круто что так можно и вот это не нужно ничего такого находить ничего не нужно такого искать ждать всякие приставки и все остальное ну что это смотрит нас из царицы на паши в общем смотрите наш канал подписывайтесь вот и круто нашли себя в калининграде как тут еще некуда это я и не я в чужой квартире я обещаю с пашей в общем дальше что на столешнице да здесь питание входит завтраки завтраки входят в соседние кафешки потом что вам покажу вот в отзывах вроде бы как хорошо значит работающий работающая вытяжка достаточно хорошо работающая есть чай т.с. черный ну сахар естественно кто-то видимо из россии или еще что-то конечно что это вот конечно не нужно это сюда класть потому что мне кажется это полное безобразие лучше бы ну просто какой-то вот там сахар положили такой чем вот это вот явно кто-то привез либо кто-то ставил сюда положили бутылка воды паш есть кстати первый раз такой видим в съемной квартире чайник явно он рабочий вода или это наша муха вот зонтик да я показал до зонтик статьи есть вот есть вода естественно есть мыло ребят там комната сейчас вы обалдеете от комнаты от вида так есть посудомоечная машина есть даже 4 таблетки положили ну где посудомоечная машина не могу понять сейчас посмотрим так соль сковородка кастрюля растительное масло разделочная доска 2 кастрюли очень нормально так смотрим что здесь приборы ножи самое главное самое основное если вдруг кто-то будет питаться дома либо в командировку принципе здесь все это есть так тут еще 3 полка что о тарелочке салатники ну в общем так здесь о вот посудомоечная машинка посудомоечная машинка так можно я немножко снимаю здесь так и что тут фильтр есть воду значит можно пить из-под крана но если будем знать конечно что она фильтра поменен давно мусорка с пакетиками так здесь что просто полка в общем тут вообще ничего нету и что-то такое бытовое микроволновка так здесь что тарелки кружки но нет бокалов под вино может быть здесь они есть а вот здесь смотрите как красиво значит тут вы под водочку и под соки под виски и под вино шампанское очень связь так здесь большом ящике газовая колонка значит это у нас значит постоянно будет вода ну и получается как ее зовут микроволновка рабочая все не пахнет кстати бывает что микроволновки пахнет ничем не пахнет хорошо холодильник ой какие как какая картина хорошая так ну холодильник чистый вот у нас со вторая вторая бутылка воды я просто обрадовался прям уж бутылку воды кстати если была бы бутылка воды за копейки можно было бы конечно еще было бы круто вот и в общем холодильник ну морозилка понятно что морозилка морозилкой вот вот так вот в общем это все выглядит достаточно круто но единственно правда на четыре человека но почему-то три стула странно да немножко ну ладно пыль давайте проверим ой ребята смотрите чё тут пылища вот это пипец но сюда уж не забраться вот это уж не протереть вот это конечно это конец можно по русски скажу пиздец такая чистая квартира и не залезть туда где ладно когда холодильник высокий там до потолка и уже туда никто не залезет полотенчика есть зато пунками сказали что под диваном кстати есть второе одеяло вот но пойдемте посмотрим что тут в прихожей еще есть какая-то такая тумбочка мы кстати здесь купили еще с собой черешню сейчас на улице черешня стоит 800 рублей просто пипец клубника по-моему 500 так но здесь тоже что-то спрятано к это коммунальная вся эта история обычно тут обувница стоит но обувницы нет какая-то полочка так ну что у нас с вами давайте комнату посмотрим он это достаточно просторная здесь еще один где свет включается здесь еще один диван вот такой зеленый светильник кстати хорошая такой прямо современной современный этот современный современный этот ремонт такие вот две столешницы диван это понимаю что он тоже разбирается в общем надо будет попробовать потому что здесь видите такая двуспальная кровать но естественно что он спать отдельно нужно и затронули вопрос уже вот только при заселении что нам нужно вторая нужно 2 2 одеяло сказали что он где то есть в диване в каком-то из этих либо в этом либо на кухне но можно спать конечно под вот этим покрывалом но я вам говорю что самая грязная вещь это конечно в гостиницах но и в таких это покрывало потому что да и в грязной одежде ложатся и все остальное смотрите как круто сделано оформление птички какие птички сидят пташки а вот и с одной и с другой стороны там тоже свет надо проверить тут лампочка горит такая бледненькая но горит с двух сторон есть розетки что хорошо тоже птичка засветилась вот ну прикольный такой и знаете когда мы смотрели ту квартиру чего маски ну уж прямо 255 раз показали вот эту статуэтку прямо 255 тысяч раз показали вот эту статуэтку не знаю чем уж она дорога хозяину собственнику короче телевизор еще один ну явно что тоже рабочие тут не сейчас развалил просто тоже пришли когда развалил одежду потому что все мятое нужно либо куда-то повесить либо хотя бы раскидать чтобы но тоже видите youtube можно включить а вот и наслаждаться просмотром чего-нибудь либо фильмов либо любимых любимых блогеров что у нас тут еще есть кресло одно есть такие вот два столика один большой другой маленький они выдвигаются там чай кофе попить и вот эти всякие цветочки пылесборники их на самом деле не очень люблю ну кому как в общем в общем к кому как ну ладно это уж я не буду так что то нас есть тоже еще один цветочек тут что у нас пусто ничего нет здесь у нас не открывается и здесь тоже пусто так ну что у нас остается договор какой-то что у нас я пойдемте вам покажу туалет с ванной и потом покажу балкон так туалет с ванной чистый очень смотрите какой стиральная машинка есть есть шампунь и есть гель для душа но это на раз и нет зубный щеток иногда бывает зубные щетки значит нам нужно будет мы с собой не взяли значит нам надо куда-то какие-то дешевые купить чтобы чистить их выбрасывать что мы здесь не на день и на два и не на три ну вот чисто самое главное что вот эти все места нечистые зеркало тоже чистое все вот это нам нам это начищена кран так что у нас тут еще свет работает унитаз чистый или нет не очень кстати чистый так себе чистота ну ладно сейчас чистый видите там здесь что у нас есть здесь у нас есть чуть-чуть у разных дисков остатки от кого-то штука чистить есть фен из туалетная бумага ой вот так вот есть фен туалетной бумагой здесь вот вы не увидели наверно вот тут еще все там средства для стирки и многое так понимаю есть освежитель воздуха по два полотенца здесь два полотенца здесь и одно ножное ну и вот крючочки такие душевая кабинка кстати все чисто вот это вот места все чистые не знаю почему мы чуть-чуть есть вот видите не промыто но это ладно ну то что холодильник конечно не убраны гдец как мне кажется ну и потом уже надо будет смотреть как льется душ хорошо не прошу сейчас уже не буду потому что ведь его здесь да может просто литься вода в общем посмотрим потом уже расскажу как это так ну что у нас еще больше тут показывать нечего еще один крючок большущие смотрите какое зеркало просто огромнейшая вот эти вот цветы везде лампочки горят все все лампочки горят ну самое главное что можно постирать на не знаю будем стирать либо нет еще одна очередная картина картина да кстати из тапочки тапочки такие одноразовые чтобы ходить по квартире я пока в носках хожу так ну и чего пойдемте посмотрим балкон балкон достаточно кстати тоже я увидел вот единственное что видите нет кондиционера нигде и сердце эти везде горит но нет кондиционера чтоб я просто вы понимали не обманул иногда кондиционеру действительно нужен такую погоду прохладную вы то есть либо прохладно действительно либо когда жаркую это нужно так балкон вот такой с двумя такими креслами открывается боковое окно на проветривание или не знаю на стопашку то я сейчас открыл вот и вот такое получается здесь еще можно выйти на вот на тот балкон открывается туда можно выйти видите это но закрывается на ключик то есть я закрою закрыл на ключ и все уже это не откроется но сейчас я открыл для того чтобы это хоть немножко какая-то прохлада зашла в квартиру потому что на самом деле достаточно душно вот теплый пол не теплый пол не знаю но самое главное что здесь действительно можно посидеть но опять же как ты здесь будешь сидеть да смотрите например сядешь ты сюда а у тебя солнце харио а я шпарю видите какие тучи черные вот и сидеть просто в в аквариуме далее где трава у меня с головой немножко от жары огурцы помидоры где растут теплицы господи и вот здесь теплицы вот так вот сидеть не продохнуть не перестали бы здесь был кондиционер конечно было бы круто здесь сидеть отдыхать на этих креслах а так вопрос открытый вопрос открытый но в принципе то вот и все вот такой вот обзор у нас получился сейчас мы с павликом будем думать что нам дальше делать какие планы простраивать сегодня наверное вечером я уже ничего не буду снимать потому что немного отдохнуть и видосы будут в телеграм-канале потому что там тоже ребята ждут там первые они узнали куда мы поехали кстати долго очень гадали вы куда мы поехали кто-то отгадался догадал кто-то нет в общем нужно будет вечером сказать где мы что мы как мы и конечно в телеграм-канале мы там более открытые маленькие ролики но зато они там чаще интересней и выходит секунды в секунду день в день где мы находились вот захотели с вами поговорить мы здесь сразу с вами разговариваем вот ну и немножко сейчас нужно вот это все раз взять книжку почитать кому интересно где-то здесь повляться пока ранее мере пока я не могу отойти от этой жары которая на улице и здесь квартире эти души станет намного легче в общем если что пишите в телеграм-канале если нужны какие-то адреса если кто-то не может найти мы ищем через сайт который называется островок и через озон по-моему все что паша расскажет в телеграм-канале все это все пока перегладил все перегладил все все перегладил нашел утюг нашла доску все перегладили расправил там сразу себе диван и это сразу постирали душ кстати охренительный вообще классный душ хорошо ничего не льемся самое главное пойдемте на улицу покажу вам с улицы дом какой вот подъезд но еще видите здесь ремонт идет но достаточно сделано неплохо снаружи тут на две квартиры отдельно еще дверь здесь лифтовой холл разделяющий получается здесь еще три квартиры эти 13 поэтому пятый этаж как там странно не попалась 13 квартир вот пятый этаж лифт видите тоже такое еще в этом как называется дом только сдали да и для того чтобы тут лифт не ломали делают 13 13 человек ведь смотрите опять цифра 13 ну короче в таков твп тсп или как-то правильно называется чтобы в общем не ломали лифт вот эти боковые стенки делаю специально такую защиту ну и принципе то первый этаж он по сути дела точно такой же не только без квартир такой вот красивый холл почтовые ящики видимо кассирши об охране какой-то тут будет и вот выходим во двор так выглядит двор здесь домофон камеры везде короче ну уютно то есть получается окна во двор вот та сторона дома если бы на ту сторону мы смотрели там как раз идет река а куда но на эту дни на набережной набережного там должна быть вот она но на в пролет нету получается там в бок если только можно посмотреть поэтому пройти но это там и вот в первых там второй кордон еще и вот он основной так скажем что сюда тоже не попасть тут еще свой код который ты должен набрать перед тем как зайти ну вот эту вот зайти на площадку скажем на территорию но и ведется наблюдение такой вот дом сейчас вам покажу комплекс это что он с окна показывал так 1 2 вот это что ли окна вот эти не права ну вот такой короче домик вот откачивают видите воду потому что видимо есть подземный паркинг и там все затопило . просто сильный силе было там показал да ведь паркинг затопило подземный и что хотел сказать то но видите здесь на набережную не пройти если только вот как-то так но потом мы посмотрим а здесь еще какой-то строится видимо торговый центр либо какой-то комплекс и сама сам так скажем исторический центр но это сейчас на широкоформат снимаю вот так вот примерно чтобы понимали вот он вот отель и вот где мы тут кушали немецкий ресторан вот он то есть тут пять минут ходьбы но опять изначально вот синагога вот она там и напротив нее получается медовый мост но сама набережная она уже идет тут получается вот за этим синим забором сейчас мы туда выйдем ну или по крайней мере покажу да вот ведь что-то строится паспорт объекта культурно-досугово русской центр из искусств вот такой будет на набережной вот но мы туда же не пойдем с тобой на набережной потом уже но тут забор все равно в общем сам факт того то что вот это вот за этими зданиями уже идет набережная нотана так и продолжается туда вдаль тебя просто в этом влоге то не было как тебе квартирка хоть скажи но по моему самый лучший всех что мы здесь снимали и деньги отбивают однозначно ну да потому что остальные квартиры когда досмотрели помнишь много очень под бабушки ретро варианта вообще в этом доме было очень много квартир я листал ты не будешь на борься надо да мы нашли в этом доме самую дешевую квартиру вот набережную же мост менделеева она говорит ну ценник там гораздо выше ну да почему-то это было дешевле цена может очень маленький ну может быть кого-то с подселением чуть позже может кто-то еще заедет там же 2 к 2 получается две квартиры моя квартира а в подруг спальная кровать диван еще расправляется еще и на кухне диван то есть это 66 человек да еще кухня кухня свободная поэтому можно было кого-то с собой еще брать какой ретро авто можно брать на прокаты да а вот мы сейчас идем в магазин потому что нет этих пасты и какой-то дэзи подмышками что-то так вот брызгаться потому что мы же без багажа дезодорант собой нельзя брать здесь есть до сих пор сохранился магазин виктория рядышком прямо в домиком вот за этим и в общем кораблики вот там ходят и потом повернемся домой все выложим и пойдем на вечерний променад гулять то еще тот всегда найдет поэтому всем хорошего видоса просмотров дальше с вами встретимся еще ни одного видео не монтировал на сегодняшний момент вот сейчас я иду и понимаю что у меня ни одного видео с калининграда еще как называется не как слова из конвективно не смонтирована из конвектива сейчас вам лужу покажу не переключать чтобы увидела она уже наверно поменьше стало пока меньше стала а было то тут вообще трындец вот эти вот все машины были затоплены вот это все было затоплено здесь вот видите что там творится и вот здесь все затоплено было люди потому что состояли мы вот там проходили и люди стояли вот здесь у забора смотрели что вот видите грязь вот это все это все было здесь было здесь вода вот такой прошел дождь но в принципе то вот пять минут я сейчас по видео смотрю еще плюсом того что я останавливался 650 этот отрезок у меня идет вот виктория нам на ту сторону нужно через эту лужу переплыть да и в общем 5 минут по сути дела вот мы на совсем центр и вот остров канта на той стороне все всем пока до следующего влога